Всем привет, друзья! Вы на канале Экспер и Вит, меня зовут Виталий и я продолжаю играть в фраг-про-шутеры. Сегодня, друзья, у меня будет обзор на такого персонажа, как Мими. Значит, ребят, данный персонаж, в принципе, мне понравился, но я не назову её имбой, но я и не назову её плохим персонажем, так как это интересный и классный персонаж. И вообще, мне кажется, она находится как раз на своём месте, то есть она среднячковая, но у этого среднячковой есть реально топовое умение. Значит, друзья, в принципе, этот персонаж почему-то, несмотря на своё среднее хп, ну, довольно-таки быстро убивается. Следующее, у неё есть оружие, которое называется имитатор, здесь о нём просто написано «берегитесь», у неё есть оружие. Она наносит, в принципе, неплохой урон, но всё же, вот скорость стрельбы у неё довольно-таки вот кратная, поэтому надо за неё как-то вот немножко... Ну, я не знаю, ребят, просто, ну, страститесь, даже посмотрите, она не скорострел, она наносит один чёткий, например, выстрел, да, хп хорошо отнимается, Но, понимаете, задержка всё-таки у неё какая-то вот, ну, малая, а вот вроде одна секунда перезарядки, но всё равно, вот как-то оно чувствуется всё-таки в игре, и с этим, ну, сложно не согласиться. Значит, ребят, у неё есть топовое умение, такое, как настоящая фальшивая стена. Она размещает огромную стену, которую не могут преодолеть ваши враги, но они могут в неё стрелять, чтобы уничтожить. И в этой стене, ребят, самое, просто самое вкусное, что есть в этом персонаже, так как за неё, ребят, можно, ну, просто нереально тащить именно команду, защищая свою базу. Значит, друзья, смотрите, каким образом можно тащить? Есть много методов. Кстати, я заметил очень часто многие ребята, которые даже играют за неё, они делают огромную ошибку в расстановке стены. И сегодня, ребят, я вам покажу, как лучше ставить стену. И расскажу за один метод, который вряд ли у меня, наверное, сегодня получится, но я вам всё-таки объясню, как лучше это сделать. Но для этого, ребят, надо здесь стрелок, но сегодня я стрелка, ребят, брать не буду. Вот такой пачкой буду сегодня играть, значит, ребят, в силу того, что вроде он минимий, она всё-таки защитник, но я взял ещё одного защитника, на всякий случай, для подстраховки, так как я не буду сегодня играть в одного героя, потому что, ребят, я как только появлюсь, я сразу дам команду своим ребятам атаковать, после чего я правильно выставлю стену и обязательно буду переключаться на атакующего. Не играйте за данного персонажа в одного героя. Да, вы можете постоять на защите, если вы всё-таки надеетесь, ну, или реально, как бы, не знаю, я даже не знаю, как можно надеяться на то, что ваши атакующие всё-таки завалят. Просто это насколько должен быть хреновый соперник для того, чтобы вы реально быстро раскидали. Поэтому, друзья, не рассчитывайте на атакующих прям сильно, лучше сами быстро поставьте стенку, всё, у вас база защищена, просто берёте, переключаетесь и атакуете. Вот такая, ребят, у меня будет сегодня сборочка, она не самая топовая, но она, в принципе, подходящая. Тут, ребят, без разницы, тут по вашему вкусу, потому что к защитникам, в принципе, сложно подобрать ту или иную пачку, потому что она всё-таки защитник, она будет находиться на базе, поэтому это не обзор на какого-то атакующего, под который реально нужно подбирать пачку. Тут уже, ребят, по вашему мнению, какая пачка будет сильнее, ну вот, подстраиваться под этого защитника, ну просто нет смысла. Ну что, друзья, ладно, давайте поиграем, ещё я больше вам сейчас расскажу, это так, ребят, немножко предыстория и тому подобное. Значит, один из методов, который очень сложно сделать, но он довольно-таки топовый, это со старта брать и атаковать и раскидывать под ноль противника. Просто под ноль, после чего забегайте на его базу и за двумя базами ставьте стенку. Когда они будут появляться, друзья, вы просто-напросто, они не смогут пробраться через вашу стену и всё, и вы спокойно уничтожаете базу. Значит, теперь, друзья, смотрите, как я ставлю свою стену, вот. Обратите сейчас внимание, я надеюсь, я правильно сделал. Блин, тупанул, неправильно, неправильно сделал, ладно, окей, будем тогда бить тем, что есть. Кстати, я смотрю, они уже резво так начались, да? Вот видите, ну, какие-то вот вроде чётко бьёт, вроде неплохо бьёт, но всё же, блин. Вот меня напрягает то, что она делает всё-таки какие-то вот короткие такие выстрелы. Вот, друзья, вот так надо ставить сейчас стену. Сейчас, я надеюсь, я сделал всё правильно, да. От линии до линии. Многие ставят, вот как я сейчас поставил. Вот здесь ребята просто возьмут, обойдут вашу базу и всё. То есть, и пиши пропало. Очень многие на этом, на самом деле, сливаются. И очень многие это именно мои противники. Так, ладно, всё, поставил стену, теперь я переключусь. А мне не на кого переключать. А, нет, есть на кого. Я думал, мои уже все повыздыхали, а они нифига, ничего. Живы, здоровы, всё хорошо. Кстати, а где мои ресурсы? О, я вижу, где мои ресурсы падают. Давайте, наверное, до ресурсов своих переключусь немножко. Видите, ребят, не могут они пробраться. Опаньки, ребята, чё-то вы не туда попёрли. Та бей, стреляй. Так, куда я пошёл? А, это я только что взял такой себе бонус. Нафиг мне такой бонус нужен? Всё, я переключаюсь на мими. Ну, блин, она раньше меня сделала то, что не надо было делать. То есть, понимаете, забота, когда она играет, она где видит опасность, там она и делает эту, ну, вот такую вот хрень. В принципе, с одной стороны, это правильно. Она перегородила отсюда до самой линии. Но мне не хочется, чтобы было так. Мне хочется, чтобы со всех сторон себя обезопасить. И в этом получается самый синус. Всё, и теперь я просто спокойно могу взять. Блин, я закрыл, короче. Я не обратил внимания, что там, короче, мистер-невидимка. Ну, поэтому, в принципе, я беру с собой ещё одного защитника на всякий случай. И это у меня была именно бот-мама. Так, а вы, ребят, добьёте её, нет? Чаево? Да, ребят, бывает, короче, и такая запара. Ну, в принципе, это запара такая, мимолётная. Давайте дадим команду. Вообще, если честно, вот я хотел, чтобы мне попался какой-нибудь мощный противник. Для того, чтобы показать именно реальную всю прелесть данного персонажа, её защиты. И поиграть именно вот, чтобы вы увидели не просто какую-то каточку именно со слабым персонажем. А именно то, что надо. Блин, да иди сюда, чувак. Всё, теперь я могу спокойно брать и переключаться на миме. А то задрали. Так, идите, ребят, туда, в ту сторону. Я здесь поставлю защиту. И просто возьму и переключусь. А, нет, я на миме переключусь. Видите, меня начинают атаковать. Поэтому мне надо просто взять, перебраться через эту стенку и добить этих ребят. Стой, амба. Один прорвался, но его, в принципе, убили нормально. Катка идёт по камень, вроде, в принципе, так, как надо. Так, теперь мне надо переключиться. А, вон, вижу, да. Видите, ребят, всё равно не успеваешь временами. Но, видите, перегражая кого-то, всё равно мы не даём пройти другим. Как ни крути. А мне сейчас не нравится тот факт, что меня могут просто даже победить. Не. Не тот случай. Вообще, можно было бы поменять. Наверное, даже блота можно отсюда убрать. И взять кого-то более, наверное, посильнее. Даже можно взять того же паку. Или же того же пака Хантера или дальника. Видите, ребят, я не взял, в принципе, особо какого-то там дальника, стрелка. Потому что посчитал, что всё-таки в этой пачке она мне на данный момент, ну, не нужна. Так, это отклоняем. Давайте немножко сейчас проверим её в другой пачке. И я сейчас, наверное, ребят, постараюсь всё-таки сделать так, как я вам сказал. Но, предупреждая сразу, оно не всегда получается. Так, а здесь мы можем, кстати, что-то собрать. Так, а кого мы можем... Так, давайте я сейчас посмотрю. Хотя, можно, знаете, можно легендарного кого-то взять. Ну, Джокера не сильно мне хотелось бы брать. А давайте вот эту, давайте её, наверное, возьмём. И возьмём её вместо блота. Всё, давайте теперь поиграем в такой вот пачке. Ну, блин, хотел стрелкаш взять. Ладно, хорошо. Пропустили и забыли. Друзья, ну, вы напишите мне в комментарии, всё-таки, вот как вам данный персонаж. И как вы её используете. Ребят, ещё раз говорю, мои обзоры, они всегда состоят именно из моей игры. То, как я привык, то, как мне удобно. То есть, как я изучаю персонажа, так я вам и рассказываю. Данный персонаж довольно-таки прост в применении. За неё много всего не расскажешь. Поэтому, всё, что можно было за неё сказать, в принципе, я уже сказал. Так, всё, я даю команду, переключаясь на нашу мимимишку. Которая, блин, бегает, чёрти пойми, кем и чёрти пойми, за кем. Вот почему они так временами бегают? Вот честно, меня иногда так вымораживают, когда они зачем-то бегут наверх, чтобы спуститься, потом взять, спрыгнуть, как Супермен, вниз. Ну, как-то это тупо, на самом деле, всё это выглядит. Давайте я переключусь, наверное, на нашу... А, не, на мимишку давайте. Всё-таки постараемся добить сейчас всех этих ребят. Вон, Мистер Кактус бегает. Не-не-не, подруга, не-не-не-не, я выстрою ещё одну стеночку. А вот это проблема. Меня сейчас могут убить, мне это не нравится. Это, скорее всего, чувак играет. Да, видно потом, как она бегает, то, что это игрок. Ух ты, ёлки-моталки. У меня, короче, меня просто раскатали. Так, и у меня начинает глючить. О май гад. Да, потому что это вторая катка. Точнее, вторая катка на видео, но... Ну да ладно, блин. Ребята, ну чё за начинается бред полный? Ну нормально же вроде общались. Короче, друзья, в силу того, что меня глючило, меня нереально начало раскидывать. Сейчас вроде всё разглючило, и я могу дальше продолжать играть. Но я стал в тотальнейшую защиту. Просто в тотальнейшую. Я просто-напросто теперь рассчитываю на то, что мои ребята просто хотя бы хоть как-то затащат. Но мне почему-то кажется, что теперь мне сложно будет что-то вывести, потому что когда мне лагало, я не мог ничем управлять. Ну и поэтому просто сливаюсь. Но всё равно, в принципе, то, что я хотел сказать за данного персонажа, я сказал. Поэтому, ребят, я думаю, что вы такого же будете мнения данного персонажа, так как все мы, если кто выиграет в эту игру давно-давно, в принципе, понимают специфику данной игры и что нужно здесь сделать. Но сейчас по-любому это будет поражение, я к нему уже, в принципе, даже готов. Но это тупо, ну, тупой слив на самом деле. И как я понял, это даже не с телефоном было связано, а у меня почему-то просел, короче, интернет. И я не знаю, чем это связано, у меня такие моменты на самом деле очень сильно бесят. Ладно, друзья, на этом тогда обзор на данном персонажа я буду заканчивать. Сейчас я просто возьму, открою эти два кейса, которые у меня есть. Ну, в принципе, даже не два, наверное, один. Вот этот, который 12 часов, вот этот гигантский кейс. Посмотрим, что мне из него выпадет. И на этом обзор, ребят, буду заканчивать. Но если вы, ребят, хотите обзоры на других персонажей, которых я тоже детально бы изучил, вам бы рассказал бы специфику, как мне удобно за него играть и дал бы вам какие-то отдельные советы, то обязательно подписываемся на мой канал, ставим лайк и напишите мне комментарий, за какого персонажа вы хотели бы следующий обзор. И, да, друзья, не забываем подписываться еще на мой ТикТок аккаунт. Ссылка на него тоже будет в описании. Так, ладно, давайте откроем тогда этот сундук. Вообще, если честно, обидно. Вот бывает, когда тупо ты снимаешь, стараешься что-то рассказать, и вот такие вот помехи просто сбивают тебя на самом деле с толку, потому что это уже третья попытка моя записать видео. И именно вот при третьей попытке, ребят, вот так оно глюкануло. До этого оно не глючило. Наверное, телефон уже нагрелся за то время, пока я пытаюсь записать. Просто я там где-то сбился, где-то что-то пошло не так, как мне хотелось бы видео, поэтому я перезаписывал. Ну, ничего, в принципе, сверхъестественного мне на самом деле не выпало. Я рассчитывал на что-то более интересное. Ладно, друзья, вы были на канале Эксперавит. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok